Депутаты Чебоксарского городского собрания Мы их рассмотрели все В среде семи кандидатур заслуженные деятели искусства, артисты, мастер спорта международного класса, радиожурналист, государственные деятели На заседаниях комиссии большинство депутатов свое предпочтение отдали Крете Лазаревне Валицкой В 70-х годах она была первым секретарем Чебоксарского горкома Комсомола Затем возглавляла городской комитет партии При ней в Чебоксарах построили, к примеру, монумент славы Мост по улице Мира, ряд крупнейших предприятий города Крета Валицкая работала также министром труда и занятости Чуваши За проголосовали 32 депутата из 37 присутствующих Чествовали нового почетного гражданина 16 августа Мы сегодня чествуем великих людей От их труда столица Чуваши является такой, как она сейчас Красивый, молодой В этот город не стыдно пригласить гостей Крете Валицкой уже присвоено звание почетный гражданин города Ядрен и Маргаушского района Теперь к ним добавились и Чебоксары Я столько работала на госслужбе У меня молодую девчонку секретаря горкома комсомола Направили к председателям Калининского райисполкома И там 8 лет я поработала И я познала, что это такое жизнь Что такое работа с людьми В этот же день вручили медали за заслуги перед городом Чебоксары В этот раз их получили врач-хирург Городской клинической больницы номер 1 Владимир Чемеев и сотрудник водоканала Анатолий Щепелев Вынужденной физкультурой занимались жители дома номер 18, корпус 2 По проспекту 9-й пятилетки почти 10 лет Все это время в их 10-этажном доме не работал лифт Еще в конце декабря 2008 года Из-за финансовой несостоятельности застройщика ООО Честер Этот дом сдали с серьезными недоработками По актам приемки города все было подписано Но лифта, ни горячей воды, ни холодной воды, ни отопления не было Даже электричество в квартиры жильцов поступало по временной схеме В течение нескольких лет проблемы с отоплением водой и электричеством удалось решить А вот лифт ездить так и не начал При этом и сама лифтовая кабина, и все необходимое оборудование в доме было Все стало при проведении пусконаладочных работ За 10 лет собственники обращались в десятки разных инстанций И получали один ответ Проблему можно решить, но за ваш счет Все изменилось, когда собственники поменяли управляющую компанию Этот дом мы обслуживаем даже меньше года За этот короткий промежуток времени нам удалось запустить лифты Мы долго искали варианты, возможные варианты Но единственный вариант нам предложил Выгодный вариант для собственников Это софинансирование 25% от стоимости всех работ Нам очень сильно пошла навстречу администрации города Наверное, основным моментом, когда начало что-то двигаться То есть когда люди на собрании поменяли управляющую компанию Конечно, это было очень нелегко Но после этого, совместными усилиями, конечно При содействии жильцов, при их полном понимании При активном участии, при наших совместных усилиях Удалось включить этот дом в программу о софинансировании И 75% оплатил бюджет 25% собрали граждане И удалось решить эту многолетнюю проблему В итоге, чтобы запустить лифт Вместо 10 тысяч рублей с квартиры Собрать потребовалось по 3,5 Нам приходилось подниматься на 9 этаж пешком Тащить коляски, огромные пакеты Дело доходило до того, что при отсутствии лифта Я даже надорвала спину Ребенок уже вырос, коляска не нужна стала Но теперь мы таскаем на лифте велосипед Так, в 2018 году, спустя 10 лет Хэппи-эндом завершилось это Фактически уникальная для столицы Чуваши история Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова